Беда, друзья, беда! Так, вон, Женек у нас, видите, сегодня стоит здесь. Приехал. Сегодня будем мяско жарить. Друзья, привет! У нас сегодня в Тюмени минус 30-ка с утра была. Сейчас немножко потеплело до 26-ти, нам не мешает пить холодненькое пиво. А телефон показывает, ощущается, там уже по-другому. Я вчера смотрел, было что-то 28, по-моему, ощущается, как 32. Понимаешь? Вот, сейчас смотрите, ощущается, видите, как минус 33. Ну, тем не менее, нам это не мешает абсолютно никак провести пятничный вечер в компании хороших друзей, пожарить вкусный шашлычок и выпить холодненького. Короче, шок-контент подъехал. Всем привет! Сейчас рассказываю. Только-только буквально вчера, позавчера я сделал ТО на УАЗике. Все эти видео видели, да? И сказал, что какой УАЗик все-таки классный мне попался. Вот, открывается на сегодняшний день. Короче, две беды. Давайте по порядку начнем. Открывается только багажник. Хотя машина просохла и простояла всю ночь в боксе, здесь у нас опять не открывается. Расскажу, почему не открывается. Здесь у нас тоже не открывается. Дальше идем. Здесь у нас тоже не открывается. И вот только одна дверь у нас открылась. Расскажу немножко, почему-то происходит такая ситуация. Вот так вот залазим через водитель-пассажирскую дверь. Короче, рассказываю, в чем тема. А тема у нас в следующем. Тема в том, что... Что-то лампочка, блядь, горит. Ага. Тема в том, что, смотрите, я считаю, что уже заводу-производителю надо, блядь, об этом задуматься. И как-то все-таки решить эту проблему. Я думаю, что вопрос в центральном замке, в его говенности. И замерзает не какой-то там элемент, который с замка, именно, который вот здесь находится, а замерзает именно сам вот этот толкатель. Вот смотрите, что происходит. Закрывается, открывается, но не до конца. И все вот эти три на трех дверях фишки, вот это поднято очень высоко. Вот это поднято очень высоко. Проблем никаких нет. Вот. Вот она высоко очень. А вот эта вот фигня, она низко. И вот она опускается, поднимается. Короче, проблема нифига не в этом. Ей надо помогать, Жень. Сейчас попробуем, я, конечно, попробую. Мы сегодня вот так вот будем снимать на коленках. Я попробую сейчас одновременно и нажать, и кверху поднять. Но нифига не получается. Короче, проблема, Жень, смотри в чем. Сейчас, давай я открою, сейчас попробую стекло. Опа. Видишь, такое чувство, что она не это, не до конца, видишь, поднимается. Понял? Такое чувство, что она, вот эта фигня, она не до конца поднимается, понимаешь? Поэтому происходит вот такая вот фигня. Я не знаю, что с этим делать. Жду, конечно, комментариев от официальных дилеров, от вас, мужики, кто как эту проблему победил. Но, блядь, скажу вам, эта херня уже надоела. И причем она не только на этом, на моем УАЗике, но еще и на тех УАЗиках была. Как только на улице больше минус 25, все, в машину вы хер попадете. Может быть, это иногда помогает, когда машина разогревается, и все происходит отлично. Ну, как я тебя пущу? Только, блядь, через багажник. Только через багажник, Женя. Так, короче, тема такая. Это первая тема. Но самая главная тема, от которой сейчас вы офигеете, и которую мы будем сейчас на протяжении, я думаю, нескольких видео на моем канале развивать, и мы все-таки добьемся и от завода, и от дилера комментариев. Что это за фигня вообще? Сегодня, в общем, у нас 25, да, Жень? 25 сегодня декабря? Сегодня 25 декабря. На улице реально Морозео Дубео Холодео. 25, вот видите, декабря. Вот. Сегодня утром мне позвонил мой друг Константин, который является официальным дилером в Тюмени, и сказал такую фигню. Денис, ты машину свою не заводил? Я говорю, ну, еще пока нет, никуда не ездил, ничего, как бы все нормально. Он говорит, слушай, у нас сегодня несколько клиентов, такое массовое обращение пошло, несколько клиентов почему-то не смогли то ли завести машину, я так понял, то ли завели машину, и у них температура как-то резко начала подниматься. Мы сейчас пытаемся, говорит, разобраться. То есть у нас два варианта. Либо это замерзший антифриз, причем это машины с одной, как бы говорится, партией, и машины все, которые являются, естественно, с коробкой автомат, были собраны. Значит, ситуация какая? Я говорю, ну, Кость, у меня как бы вроде все нормально, но я еще пробовал, не заводил. Значит, что я сделал? Я пришел, открыл капот, антифриз у меня вроде бы жиденький, да? Машину завели, и увидели такую проблему. Смотрите, вот сейчас машина холодная. А показывает, вот, пытаемся, заводим ее. Видите, да, тахометр, естественно, на полторашке. Почему? Потому что холодный автомобиль. Автомобиль вот сейчас простоял, часа два, наверное. То есть до этого я его завел, он поработал минут десять, наверное, и я был тоже шокирован. Посмотрите, у меня температура на максимуме. Естественно, что я, как любой, как бы, автолюбитель, который немножко разбирается, что нужно делать, заглушил машину, включил печки на максимум, дабы, чтобы, как бы, снизить температуру. Но на самом деле, потрогав все патрубки, я понял, что двигатель-то на самом деле не перегретый. Ну, в чем проблема? Вот с этой проблемой сейчас мы и будем вместе с вами разбираться. И кому интересно, я думаю, давайте-ка подписывайтесь все-таки уже. Хватит смотреть просто так, и мы с вами все-таки добьемся правды. И еще у меня вот здесь на сигналочке, на старлайне, видите, ключик загорелся. То есть это какая-то сервисная неисправность. Сейчас, конечно, ждем комментарии от автосалона. Я не буду машину мучить, не буду ее... Завтра у нас минус 17 планируется. Я думаю, будет глобально так намного теплее. Поэтому я машину глушу, машину мучить не буду. Тем более, мы в нее и попасть как толком не можем. Единственное, что мы сейчас еще сделаем, мы откроем сейчас капот и с Женьком посмотрим. У нас еще, кстати, есть птеродактиль 2.0, который... Опа! Женя, ты сегодня его вообще не заводил, да? Я вообще его не трогал, да. Ну, у тебя котел не стоит, но... Можно, кстати, попробовать будет. Ну, можем его потом просто, я не знаю... Было бы сейчас, конечно, время проехать и попробовать мучить. Давай попробуем сейчас, открывайте под, сейчас посмотрим вообще. Не, а вообще так вот, ребят, умные же люди есть, да? И говорят, купи себе Toyota, Денис. Не, ну Toyota, Toyota... А мы любим УАЗики, ребята. Toyota, Toyota, Toyota же денег стоит в три раза больше. Так, подожди, я сейчас, дай этот... Мы завели сейчас машину, то есть машина, давайте еще раз напомню. Машину я сегодня завел вечером, часа два-три назад. Ну, от нее уже, можно сказать, там, от той заводки там ничего не осталось, потому что температура, сами понимаете, какая. И мотор там за полчаса сразу глохнет. Ну, в смысле, по температуре я имею в виду. Значит, что мы тут имеем? Только я сделал... О, антифриз, Жень, посмотри. Что у нас тут с антифризом? Антифриз нормально, да. Не, вот на патрубок подуй. Так я так вижу, что... Не, не, на патрубок. Вот по трубок, позажимай, посмотрим. Нормально все булькает. Цвет только у него какой-то поганый. Подожди, подожди, все хорошо, что-то видно. Цвет только вот у него какой-то, видишь? Что за цвет там, не могу понять. Да такой обычно желтый какой-то, рыжеватый цвет. Да. Ну, патрубки как бы целые, смотри, то есть, я думаю... А где крышечка? Куда делась? Ты что, по-моему. Так, ну что, то есть, тема вообще непонятная. Дело было не в бобине. Дело было не в бобине. Опять что-то, я думаю, с каким-то заводским браком. Есть подозрение лично мое, что что-то происходит с датчиком, с каким-то непонятным датчиком. Датчик температуры двигателя получается. Ну, подожди, а почему тогда массовое сегодня было обращение именно на автоматы? То есть, если бы это было, оно бы было и на механике, но на механике же такого нет. Видимо, значит, партия может быть какая-то именно с коробкой автомата. Короче, мучить мы его не будем. Мы его сейчас закроем, завтра будет потепление, тем более. Ты что закрывать-то, он у тебя закрытый? Да, ну... Это точно. Хотя, в принципе, как мне сказал Костя, ты, говорит, его заряди немножко, поезди. Может быть, датчик там придет, как бы, это... В положении рабочее, в какое должно быть. Но я экспериментировать. Короче, друзья, Костик это вообще антивандальный автомобиль. Захочешь, угнать, херу гонишь, блядь, не откроешь раз. Завел, нахуй, не заводится. Датчик температуры там что-то неправильно показывают. Перегрев в ошибку уходит. Так что все нормально. Нет, самое... Это самый безопасный автомобиль на сегодняшний день. Одного умышленника. Слушай, а что-то еще и на сигналку, смотри, не ставится. Почему-то, видишь, вон лампочка там горит красная. Он в какой-то сервисной зоне, видимо, что ли, или что? Ситуация просто печальная в каком плане? Ну, вы представляете, эту технику используют рыбаки, охотники. В Якутии где-нибудь, в какой-нибудь, где минус 50, это же ты, блядь, окалеешь. Просто сожгешь ее нахер, чтобы не замерзнуть. Так что следите за темой. Вставлю еще обязательно вот сюда сейчас в видео скриншоты. Это скриншоты переписки моих подписчиков, моих друзей, ребят, кто тоже катается на Патриотах. Кто сегодня, кстати, в Тюмени только, столкнулся с этой проблемой. Как мне сказал один источник достоверный, 7 человек к ним обратилось, и порядка 10 человек обратилось к соседнему дилеру в Тюмени. Пишите в комментариях, как у вас обстоит ситуация. Видео, опять, как говорится, на коленках, но оно популярное. Следите за новостями про УАЗ. Буду удержать в курсе дело. Мы обязательно дожмем, и я обязательно вам потом вкратце расскажу. А почему вкратце? Подробно расскажу, что было, как по-честному, как и есть. Обязательно запросим информацию с дилера, с завода. Ну и следите за дальнейшими всеми ситуациями. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока. Короче, снова, походу, придется пинать по бамперу, да, я так понимаю? Не, ну ты понимаешь, ну как он, блядь, что? Серый, ты че, блядь, когда ты? Пацаны, как это у вас-то, а че уроки вот такие, да? На УАЗе. Субтитры сделал DimaTorzok